Вот пишет вам Михаил, я мог бы в тихое, спокойное время согласиться с вами, так и делал, кстати, что надо обнять своего врага, что над всем любовь, но сейчас вижу, как это невозможно. Человек не может сделать такого. Ты не обнимешь никогда в жизни ни убийцы, ни насильника не обнимешь. Так для чего же вы об этом говорите? Я говорю не в том смысле, что его обязаны вот так вот, каким он, есть обнимать. Физически, да? Да, физически. И даже внутренне ты не можешь его обнять. Но ты должен постараться представить, как ты спускаешься до его уровня. Если он убийца и насильник, то он ниже тебя. Спускаешься до его уровня. Вот это звучит, кстати, опасно. Спускаешься до уровня насильника и убийцы. Для того, чтобы сконтачить каким-то образом с ним, в чем-то понять его. То есть, на самом деле, контакт невозможен, по мнению, ну, на самом деле. Нет, тогда ты ничего не сделаешь. То есть, надо все-таки что-то понять, да? Ты обязан понять, что таким образом человека настроили свыше. Мы же говорим о кабале. Да. О каббалистическом исправлении. Да. Мы должны понять, что это человека так просто направили. И это не он сам виноват со всем его эгоизмом и склонностями. Это все творец ему подстроил. Добрый, всемогущий и любящий творец. Вот так вот. Так что надо еще очень многое исправлять в наших пониманиях. И потом только, когда спустишься до его уровня и поймешь, что все, что есть в нем, это исходит от творца, и для того это нарисовано перед тобой и в тебе, чтобы ты исправил в себе отношение к происходящему и к творцу, то тогда ты сможешь его как-то приблизиться к нему, обнять ты его еще не сможешь, но приблизиться к нему и начинать с ним вместе исправлять это состояние. Так, чтобы в итоге ты смог его понять, потому что это не зависит от него. Во всем виноват творец, который это сделал. Сделал это для того, чтобы исправить тебя. И чтобы мы вместе смогли подняться до уровня взаимного понимания, затем взаимной любви между собой и ко всему человечеству, ко всему мирозданию, и таким образом исправить все. Какой невозможно тяжелой наукой мы занимаемся. Это не наука, это природа. Природа, иначе ничего не сделаем. Это надо все кишки вывернуть, это надо все сердце промыть, все мозги прочистить. Это вообще... И когда ты будешь это делать постоянно, в течение долгого времени, ты этого достигнешь. Представляете вообще? Вот вы это говорите, я это воспринимаю, представляю, как воспринимает это другой, как его бьет и колбасит. Они пройдут через эти войны, это будут внутренние войны. Войны Машер, что называется. Да. И все это получится. Ну, представляете, речь-то идет о близком, о родном ком-то. Кого... Все родные и близкие вдруг обнаружатся таким образом, что ты не увидишь никого, кто бы был для тебя дальше, чем самый близкий. А все самые дальние окажутся... Близкими, близкими. Самыми близкими. Все, да, все абсолютно близкими и все абсолютно уродливыми. И ты должен будешь их вдруг любить и просто обожать. Впереди самые настоящие войны. Они называются войны Машиеха. Переведите это, пожалуйста, на русский язык. Войны освобождения от нашего эгоизма. Машиеха от слова лемшок, да, вытаскивать. Который вытаскивает нас из нашего эгоизма. Мы перестаем смотреть на мир эгоистически. Мы перестаем винить в этом людей. Мы должны соотнести это с Творцом и исправить наше отношение к Нему. Вы представляете, вы говорите... С ненависти, с абсолютной ненависти на абсолютную любовь. Вы представляете, вы говорите, Он во всем виноват. Он все сделал. Он главный враг, так скажем, человека. Если я так воспринимаю мир, то да. А если я по-другому, что значит по-другому? То есть... А если я по-другому, то я должен еще раз перевернуть себя. Так. Что в итоге я исправляю себя. Так. И нет в мире никакого зла, вреда, кроме меня самого, моего эгоизма. Так. И его я должен исправить на свойство абсолютной любви. Когда я вижу всех своими врагами, ненавистниками. Так. И я исправляю их на всех, кого я вижу любящими и любимыми. То есть я исправляю себя, да. И так они становятся любящими и любимыми, да. Да. Вот так. То есть все направлено на то, чтобы я с собой разобрался. Да. Ну, что? Впереди еще есть что делать. Да. Как вы говорите, войны впереди. Серьезные. Ну, и нас готовят к ним в любом случае. Нас неготовыми не бросят в это пекло. Правильно я говорю? Нет. Кого бросать? Это как будто ты бросаешь младенцев в настоящий бой. Да. То есть так, значит, подводят, и мы придем к этому уже желающие этих войн. Так можно сказать? Да. Мы осознаем их необходимость.